Доброе утро, с вами брокерская компания Китфинанс, меня зовут Олег Крот, представляю ваше внимание, брифинг ставки сделан. Ну что, наконец-то событие, которого рынки долго ждали, в ближайшее время произойдет. В то же время, помимо выборов президента, есть выборы в Конгресс, которые очень серьезное тоже значение будут иметь из-за фискального обрыва, который ожидается в начале 2013 года. Ну и понятно, что после выборов президента будем смотреть, какие там выборы в Конгресс, как они будут проходить, и тоже это будет носить неопределенности в движении рынка. Как известно, рынки движутся, когда есть ожидание какого-то события, и это событие, в принципе, с определенной вероятностью произойдет. В данном случае выборы президента, они вносят неопределенность. Когда есть неопределенность, нет никаких ожиданий, то рынки не движутся, рынки находятся в коридоре, в пиле. Что мы сейчас наблюдаем? На нашем рынке это видно больше всего, потому что нерезиденты отсутствуют здесь уже давно. Когда нет нерезидентов, то понятно, что серьезных движений тоже нет. Давайте перейдем на графики и посмотрим, какие там интересные могут быть моменты для сделок. Начнем по традиции с американского рынка. Там пока все спокойно, но по-другому быть и не может, учитывая, что сегодня выборы. В целом, рынки удержались, не прошли зону поддержки 1390 по фьючерсу S&P, ну и откатились к другому уровню. В данном случае это уже сопротивление 1430, от которого сейчас пытаются развернуться вниз. Пока мы свою долгосрочную лонговую позицию держим, если будем пробивать 1390, там рассмотрим варианты закрытия. Или второй вариант это закрытие позиции, это выход выше вот этих уровней после выборов и разворот оттуда вниз. Эти два варианта Эдуард уже не раз озвучивал, но сейчас пока на текущий момент ничего не изменилось. Кстати, на этой неделе будут размещения трежерис, но учитывая, что все-таки выборы проходят, не факт, что они окажут классическое влияние на рынок, как это обычно происходит. То есть снижение во вторник и во вторник-среду, частично в четверг. Поэтому не факт, что на этой неделе будет то же самое. Так, нефть находится под давлением, в преддверии выборов здесь все логично, поэтому ничего здесь тоже нового сказать не могу. Кроме того, что сейчас пытаемся выйти по бренду обратно в проторгованный коридор, но находимся снизу, поэтому лонгейс однозначно не надо открывать. Но шарты тоже, с учетом того, что выборы могут вместить серьезную волатильность, здесь любые стопы могут вышибить. По золоту все по-старому. Приближаемся. Золото приближается к нашему уровню покупки, но пока до него не дошло. Поэтому позицию удерживаем. С долгосрочными трейдами ситуация, она очень часто может так развиваться, что рынок сходит в вашу сторону на какой-то процент определенный, потом может вышибить безубыточный стоп, потом вы еще раз выйдете, он опять сходит, может вышибить. Но и там с третьего раза вполне реально взять довольно-таки серьезное движение. Поэтому риски здесь просто надо контролировать, не увлекаться. Но и если подтверждается идея, то в эту идею торговать, что мы сейчас пока и делаем. По евро нет никаких рекомендаций. Здесь все грустно. С точки зрения техники пробит наклонный тренд. В этой зоне мы его пробили. Пробит здесь горизонтальный уровень поддержки. Но сейчас, конечно, может быть какой-то откат к этим уровням, может даже попытка вверх пройти. Но это не повод, чтобы здесь ловить эти падающие ножи без каких-либо причин, оснований на то делать покупки. Поэтому пока мы здесь без позиции. Так, что еще? Ну вот по нашему рынку. В первую очередь, В пятницу я говорил о том, что вот этот вариант, это классическая схема разворота. То есть, когда мы сделали ложный пробой, вернулись обратно, то как минимум мы протестируем вот эту верхнюю границу, что произошло в пятницу. Пойдет ли рынок дальше вверх? Ну, с точки зрения техники, тренд короткосрочный вверх сейчас сформируется. Поэтому шансы есть. Но довольно-таки серьезная зона находится в сопротивлении вот здесь. При таком, скажем, фоне неопределенности, который мы сейчас наблюдаем, нужно увидеть какое-то серьезное позитивное событие для того, чтобы эти уровни пройти. Поэтому не увлекаемся лонгами серьезно. То есть, по-прежнему наша схема работы прежняя. Держим небольшую часть лонгов. Шарты пока не открываем. Ну и плечи там или даже на всю позицию мы здесь не открываемся, потому что рынок по-прежнему слабый. Что касается акций, Газпрома без позиции у нас сейчас. Несмотря на то, что Газпром неплохо упал и практически подошел к своему уровню поддержки, это в районе 240. Но в целом негативный фон вокруг Газпрома остается. И по-прежнему эта бумага выглядит слабее других. Какие-то попытки есть, развороты есть, но это развороты от этих уровней. Поэтому технически надо посмотреть, будет ли он подтвержден. Пока этого подтверждения не видно, мы здесь ничего не делаем. По сберу тоже без позиции. Вот на дневках я такую картинку нарисовал. То есть здесь видны два таких коридорчика. Сначала один с очень маленькой волатильностью, потом другой с такой же маленькой волатильностью. И в целом мы даже не вернулись во второй коридор, находимся под ним. Поэтому нельзя сказать, что здесь какой-то бодрый оптимизм по поводу сберу сейчас испытываем. Поэтому позицию не открываем. С точки зрения техники шортить тоже пока рано. Потому что есть не очень красивые бары для шорта. Вот такие попытки удержать эти уровни. Поэтому пока идет здесь просто борьба. На этих уровнях мы не участвуем. По норникелю держим длинную позицию. В целом шансы на рост остаются. Но вот исход выборов сейчас, есть ситуация, которая будет после выборов. Во многом эта ситуация определит дальнейшее движение. Поэтому будем смотреть. Может выйдем мы с небольшим минусом. Не будем дожидаться стоп под этим уровнем. Если ситуация будет развиваться негативно. Пока поддержку удерживаем. По лукоилу ничего не делаем. В целом здесь идет боковой тренд на текущих уровнях. Хотя размах конечно неплохой. Есть порядка 5%. Но в коридор мы сейчас не работаем. Роснефть удерживаем ланги. Вчера я в пятницу говорил о том, что есть интересный уровень 275. 270 в этой зоне. В случае положительного, скажем так, исхода выборов, если выигрывает Обама, то шанс на рывок наверх существует. Потому что рынок любит определенность. С ромни связаны неопределенности. Во-первых, неопределенности относительно дальнейшего количественного смягчения очень серьезные. Но и другие факторы, которые на рынок могут действовать. С Обамой все более-менее ясно, что будет дальше. Поэтому какой-то положительный эффект может быть после выборов. Поэтому позицию удерживаем. Разворотных формаций здесь по Роснефти пока вниз не было. Вот на часах видно, что здесь просто идет растущий тренд. И пока ничего угрожающего нет. Если какие-то сигналы появятся, тогда выйдем. Пока позицию удержим. По ВТБ ничего не делаем. Но это уже тоже мы обсуждали. ВТБ опять зашел свой коридор. Здесь что-то там выторговывает. Поэтому ничего интересного здесь нет. Кстати, Роснефть, забыл сказать, будет создавать крупную инвестиционную структуру, инвестиционный банк. Тоже это неплохой фактор позитива для этой компании. Так, по фьючерс РТС в пятницу не рекомендовал я вот здесь открывать шарты. А даже вот здесь мы были с этих уровней. Говорили мы о том, что рынок выйдет вверх, выше вот этого уровня сопротивления. Но дальше не пойдет, вернется обратно. Вот в точности то, что мы обсуждали и произошло. То есть сначала краткосрочные какие-то шарты здесь вынесли. Потом к вечеру вынесли тех, кто поверил в пробой этого уровня. То есть продолжается распила на текущих уровнях. Мы движения по тысяче, полторы тысячи пунктов не торгуем. В нашем случае, если бы мы пытались входить в среднесрочные трейды в этой зоне, то был бы минус убыток. Потому что, как вы видите, рынок пилит. Очень важное, скажем так, умение это оценить, где будет пила, для того, чтобы не делать лишних движений, для того, чтобы не распилила. Вот в пятницу мы это сделали. Что будет дальше с рынком? Ну, как вы видите, такое броновское движение в рамках коридора, такое организованное здесь продолжается. Удерживаясь уровень 144, несмотря на ложные пробивы, все равно его держат, не дают ему уйти вверх. В то же время снизу тоже определенная поддержка есть. Сейчас здесь в середине мы находимся, поэтому это не время для каких-либо действий. Похожесть встался и по рублю. Единственное, что по рублю более красивый коридор. Какие-то краткосрочные трейды я вам здесь говорил в этом коридоре. Сейчас от нижней границы опять подошли к верхней. Пытаемся ее здесь развернуть вниз. Если бы не выборы президента сегодня, мы бы здесь открывали шарты. Но с учетом вот этой ситуации, с выборами, могут быть резкие движения с вышибанием стопов и разворотом в нужную сторону. Поэтому сегодня мы здесь ничего не делаем. Так же, как и по второму эшелону. Так, давайте на вопросы отвечу. Трудно сказать, что Газпром находится в пиле. Скорее, он в тренде, падающем тренде. Да, здесь я полностью согласен. Есть пара бумаг. Это Газпром и Роснефть, где есть идеи. В данном случае Роснефть, идеи все эти мы обсуждали. И, в принципе, на этом неплохо заработали. Наш вход был в районе 213. Не шартили Газпром. Почему? Потому что в целом рынок в тот момент делал попытки развороты. И открывать шарты. Но, скажем так, у нас какого-то инсайда о том, что будет увеличена инвестиционная программа, не было. По технике шартить единственную бумагу против рынка большого желания тоже не было. Хотя техника там была так. Когда будут известны результаты выборов, здесь я вам ничего сказать не могу. Все будет зависеть от того, какие это будут результаты. Если однозначно будет победа одного кандидата, тогда раньше. Если будет ситуация, как было с Гором и Бушем, то этот процесс может растянуться на неделю-две. Как Евро будет реагировать, если Обама не выберут? Но на самом деле, если Обама не выберут, то это, я уже сказал, будет влиять на количество смягчения. Соответственно, Евро будет у нас ослабевать, а доллар будет укрепляться. Так, скажите, пожалуйста, почему выкладываются записи, почему не выкладываются записи ноябрьских вебинаров? Ну, это, наверное, не ко мне вопрос. Я по брифингу ставки сделанную могу информацию дать. Насчет, так, много вопросов еще по НЛМК и по Уралкалию. Давайте последние вопросы отвечу и на этом закончим. Что с этими акциями? В целом, как я уже сказал, по второму эшелону мы ничего не делаем. Именно потому, что в целом рынок слабый. Но давайте еще раз посмотрим на Уралкалии и НЛМК. Уралкалия, как вы знаете, действует программой выкупа акции. С точки зрения техники на недельных графиках здесь есть определенная поддержка. Пытаются акции отсюда развернуться наверх. С точки зрения дневного графика, то здесь пока все грустно. Есть сформированный диапазончик. И сейчас возможность, если от него сходить наверх, но это будет только откат от этого падающего тренда, который здесь сформировался. Поэтому не факт, что этот откат будет большой, но к уровню 260 вполне может этот откат состояться. Поэтому вот такая схема. По поводу НЛМК. Говорил я, что в последний раз, когда меня про эту акцию спрашивали, что здесь есть проторгованная зона на этих уровнях. От нее можем откорректироваться наверх. Так же, как сейчас похожая ситуация по Уралкале. Но сейчас эта схема и происходит. Разовьется ли это движение в серьезное движение наверх? Здесь ничего сказать не могу, потому что в целом ситуация по рынкам не очень хорошая. Особенно это будет после выборов, потому что начнут обсуждать тему фискального обрыва. Если будет паритет на выборах, то это будет серьезная неопределенность. Тоже это негатив для рынков. Если выиграет Обама, но республиканцы в Конгрессе больше мест займут, это опять же будет серьезная неопределенность. Так как начнется борьба при обсуждении темы фискального обрыва. В целом ситуация очень неприятная в дальнейшем для рынков. Поэтому входить во второй эшелон, это не лучшее сейчас занятие. Даже несмотря на то, что краткосрочный откат вверх здесь сейчас может быть. Спасибо за внимание, удачных трейдов. До свидания, до завтра.